Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. На днях вышла программа Малахова, куда пришла Проклова. И, вы знаете, может быть уже не очень актуально, но тем не менее, хотелось бы высказать свое мнение. По горячим следам не получилось снять видео. Вы знаете, я начал смотреть, посмотрел там кусочек небольшой, потом еще, не знаю, меня не хватило на всю программу. Я посмотрел опять-таки, что заявила Проклова, он лез ко мне в трусы там и так далее, вкладывал в руку. В общем, всю эту грязь я услышал, что она рассказывала, и некоторые мнения так называемых экспертов. Во-первых, я хочу, конечно, сказать огромное спасибо Малахову. Почему? Потому что я до этого говорил, что почему-то ни Малахов, ни Борисов, я имею в виду программы «Прямой эфир», пусть говорят, не поднимают эту тему. Говорил, наверное, нет команды, что называется, но вы знаете, что обсуждение идет вокруг, значит, фамилии Табакова. Так или иначе, сейчас вот уже пишут, что, значит, Проклова, давая интервью телепрограмме «Точка про», заявила, что она прочитала интервью Антоненко от 19-го года, где она рассказывала, что у нее были проблемы с этим же человеком, а она там рассказывала о Табакове, то есть Проклова косвенно вообще подтвердила, что это именно она, о нем речь вела. А справедливости ради скажу, что вдова Табакова-Зудина заявляет, что все это клевета, наглая ложь абсолютнейшая. И вы понимаете, дело все в том, что я думаю, что настолько это было шумно, настолько это было обсуждаемо, учитывая тот временной промежуток, который прошел между программой «Секрет на миллион» Кудрявцева и программой, которую выпустил Малахов, прошло где-то около двух-трех недель. Я хочу сказать, что обычно они это делают сразу по горячим следам, потому что рейтинг более высокий. Почему, я думаю? Потому что, вы знаете, я считаю, что программы, которые показывают на федеральных телеканалах, включая программы Малахова, Борисова, любые, они не выходят без согласования, что называется, да? Поэтому было понятно, что в обществе есть обсуждение этой темы, обсуждение довольно громкое. и нужно было, чтобы люди выпустили пар, что называется. А как? Это абсолютная основа, значит, теории управления массами, да? То есть, когда проговаривается проблема по телевидению, когда, тем более, так называемые эксперты с двух сторон высказывают полярные мнения, абсолютно противоположные друг другу, а противоположные мнения есть в обществе, да? Да, она там такая-сякая, да нет, она молодец, она, так сказать, сделала так, что теперь каждый будет сидеть и бояться, что студентка пойдет и расскажет на федеральном телевидении, что называется, не спасла молодежь, но сделала шаг к этому. И вот эти полярные мнения озвучиваются, и в итоге получается, что человек как бы проговорил, просмотрел все, что есть у него внутри, и интерес уже к этому, собственно говоря, теряется. Поэтому, но в любом случае я считаю, что эти программы, они нужны, потому что в первую очередь это касается не Прокловой, это касается не кого-то, это касается тех девчонок, которые действительно поступают, которые идут, которые хотят состояться в профессии. Вы знаете, когда говорят, что вот, ну вот, мне вот предложили, я вот не хотела, не согласилась и ушла, но ушла и из профессии ушла. А почему кто-то должен уходить из профессии, если он хочет работать, ну, условно говоря, бухгалтером? Из-за того, что везде предлагают ноги раздвинуть, или девушка хочет быть актрисой? Почему она должна уходить из профессии-то, я не могу понять. Потому что, значит, предлагают раздвинуть ноги, она должна из чувства, собственно, достоинства сказать, ну, хорошо, я, так сказать, плюну на свою мечту. Женщина это такая же абсолютно личность, как мужчина. У нас в нашем обществе, еще раз скажу, абсолютно не привыкли говорить об этом. Женщина абсолютно такая же личность. И она реализуется, да, разные абсолютно миссии, что называются, у мужчины и у женщины на земле. Но реализуемся мы все как люди, как личности, совершенно одинаково. И божье зерно, которое в нас заложено для реализации каких-то своих способностей, оно разное, но оно заложено. И поэтому, когда говорят, что, ну, женщина там, хотела стать актрис, ну, ничего, предложили ноги раздвинуть. Вот я отказалась, ушла и пошла работать, полы мыть. Ну, и я не могу понять, и где здесь, в чем здесь плюс. В том, что она отказалась плюс или в чем? Здесь единственный жирный минус, я вижу, в том, что женщине ее вынуждают отказаться от своего божьего зерна. Она чувствует, что я хочу быть экономистом, мне это нравится. Не знаю, адвокатом или еще кем-то. Ее вынуждают отказаться от этого под, значит, тем, что склоняют к определенного рода вещам, ставив зависимое положение. Это ужасно, это абсолютно недопустимо. И я считаю, что эти программы, конечно, имеют особую ценность. Я действительно хочу поблагодарить Малахова, несмотря на то, что я критиковал его программы и так далее. Все это понятно, что там что скажут, то и делается. Это уже давно, никакого независимого нет, ничего. Но, тем не менее, вот по сюжету программы, я считаю, что, вы знаете, то, что пригласил туда он Дану Борисову, вот эту, Калашникову, я уже не досмотрел до них, потому что я не могу смотреть. Но, понятно, что ему нужно было наполнить программу чем-то, понятно. И кого-то поавторитетнее найти очень сложно, кто пришел вот так вот, как Проклова заявлял. Она оказалась, в принципе, одна, одна, которая пришла и заявила. И нужно было наполнить. Ну, вот он наполнил теми, кто, в принципе, готов, мне кажется, в любую программу прийти, об этом рассказать. Дана Борисова и так далее. Но они немножко уровень Проклова опустили. Вот это я отметил. То есть, ну, вы понимаете, Калашникова, кто такая, Дана Борисова и так далее. И когда они начали садиться рядом с Прокловой и все это рассказать, они немножко опустили уровень программы. Уровень заявлений Прокловой. Вот мне кажется, это минус. Что касается так называемых экспертов, которые сидят, орут там и не дают даже услышать, что они говорят. Ну, это люди и деятели культуры. Не будем на них обижаться. Потому что деятели культуры, вы понимаете, это деятели культуры. Вот они показывают обществу, как нужно себя вести в обществе. Даже вот мы с вами, если придем, мы дадим возможность другу высказаться, мне кажется, абсолютно спокойно. И хотя бы, понимаете, чтобы ответить человеку, нужно услышать, что он говорит. Но когда все орут, я не могу понять. Вот я сколько вот смотрел, все орут тогда по делу Ефремова. И это просто невозможно. Как можно отвечать, если не слышишь, что говорит человек? Вот мне просто интересно. Там каждый говорит свое. Там не важно услышать. Там не важна дискуссия. Там важно просто вот проорать то, что ты хочешь, как я не знаю, или то, что ты должен. Вы знаете, когда я не согласен здесь. Мне очень нравится Яна Поплавская. Я зачастую поддерживаю ее мнение. В данном случае я был абсолютно не согласен, потому что она жестко раскритиковала Прокулову и так далее. Но можно заткнуться всем молчать. Вот можно заткнуться молчать, об этом не говорить. Ну и, в общем-то говоря, тогда будет что продолжаться? Что мы узнали? Вот мы... Я сроду знать не знал, что в кинематографе есть вот такие вещи. Понимаете, теперь советские фильмы включаешь, они вообще в другом свете. Ты их смотришь. Вообще кинематограф теперь по-другому воспринимается. Поэтому, значит, когда представишь, что там в гримерках может твориться. Поэтому, конечно, может быть им не хочется, чтобы это все выносилось. Там сидели люди, которые уже, что называется, на политические темы высказываются. И зачастую это делают. Почему-то они там тоже жестко гасили Проклову. Извините за выражение. Видимо, нужно эту тему замять, погасить, чтобы, понимаете, ничего не было громкого. Если что-то громкое становится, сразу можно на это понавешивать все, что угодно. Сейчас Проклову обвинят в том, что она поддерживает кого-нибудь там, я не знаю, значит, не того, кого надо, какие-то нежелательные организации своими высказываниями на самом деле. Понимаете? То есть, важно запустить как можно больше государственных органов, карательных, которые смогут, так сказать, Проклову закрыть рот ей. Поэтому весь вопрос в том заключается, что сколько бы там не орали люди, которые сами непонятно, так сказать, делали это, не делали, пользовались женщинами, не пользовались. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Проклова пришла и рассказала замечательно, не боясь, на всю страну, опять-таки, вот эти вещи. И у Малахова, конечно, естественно, я думаю, что охват просто гораздо больше, хотя Кудрявцева тоже смотрит там секрет на миллион, но Малахова, вы знаете, что смотрит огромное количество людей в стране, да и не только в стране, а за рубежом. Поэтому вот эта проблема, которая была поднята, сама программа на эту тему, на федеральном телевидении, она уже говорит о том, что в обществе назрели перемены, в обществе назрело, понимаете, само общество меняется, меняется общество. Ну, никто же не говорил на эту тему. С советских времен, вон, с какие они говорят, года 60-50, когда Прокловой было 14 лет, ну, вот посчитайте, сколько прошло. Никто же не говорил на эти темы, а сейчас вдруг начали на эти темы говорить, сейчас вдруг общество эти темы стали интересовать, и так далее. Качество фильмов настолько стало интересовать, что люди об этом говорят. Поэтому, мне кажется, общество меняется, и это вот как раз тот эволюционный путь, о котором я говорил, и появление таких программ, это невозможность, я не думаю, что кто-то бы сильно хотел, кто-то сильно хотел, чтобы эти программы появились, но я думаю, что эта программа, это невозможность, Более игнорировать те изменения в обществе, которые есть и которые говорят, что не может быть как раньше. Не может быть, чтобы как раньше распределялись роли, вот так, ты сюда на диванчик, ты туда, ты сюда на диванчик, а талантливая, давай гуляй, ты сильно ретивая. Нет, меняется поколение, поколение приходит молодой, который говорит, мы имеем право, мы не будем терпеть здесь какого-то старпера, который нам будет на диванчик, вот в чем дело. И поэтому Проклова пошла, она же не шла, потому что она понимала, осудят, загнобят, здесь она почувствовала поддержку внизу молодого подрастающего поколения. Я думаю, она общается с молодыми девушками, она почувствовала, что они идут и наступают на пятки, и они не будут мириться вот с этими вот старперами, которые сидят и распределяют роли и так далее. И так же все и в профессиональной среде, и везде. Подрастающее поколение, еще раз говорю, молодые девчонки, они совершенно другие, абсолютно другие. Это не поколение Проклова и не поколение там советских времен, даже 90-х годов, да. Это другое поколение, которые будут отставить свои права до последнего. И я думаю, что в будущем мы на гораздо большее количество тем услышим заявление. Это мое мнение. Поэтому программа здорово, что вышла. Проклова я верю. Я считаю, что ей никакого нет смысла сейчас, так сказать, ходить и врать. Вы понимаете, то есть, когда говорят, там она хочет денег заработать, просто вдумайтесь на секундочку. У нее есть родственники, у нее есть дети, у нее там есть... И вот это все, представьте, им как вот, чтобы запомнили ее таким путем. Плюс ко всему, она очень четко говорит, что работала с психологом, прорабатывала это все. И это слышно в ее речи, что это все действительно прорабатывалось. Не знаю, я ей верю и считаю, что абсолютно здорово, что она об этом, обо всем рассказала. А те, кто на нее набрасываются, как коршуны, ну это старая формация, которым надо вот, чтобы все это было, как Табаков. Помните, побежал, когда Антоненко рассказывал и кричал, не нужно ссоры в СБ выносить. Вот у них ссоры в СБ не выносить. Они все вот, цеховая, так скажем, у них солидарность и так далее. Но подрастающее поколение не хочет цеховой солидарности. Подрастающее поколение хочет, чтобы было все по критериям таланта. Хотя в то же время можно сказать, что подрастающее поколение сами готово, так сказать. Им не надо, чтобы кто-то там к ним в трусы лез или что-то еще. Это в советское время никто ничего не знал. Поэтому Проклова говорит, мы не знали, как, что, что такое любовь, как это проявляется. Сейчас молодая девушка придя, она старпера этого научит тому, что он в жизни никогда не видел и не знал. Вот в чем разница. Друзья, интересно, смотрели ли вы эту программу? Крайне интересно ваше мнение. Пишите, пожалуйста, комментарии. Потому что мы с вами Проклова обсуждали довольно долго, а здесь вышла такая программа. И просто интересно, что вы думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна, друзья. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Куча новых фотографий. Прямой эфир скоро в Инстаграм. Что-то вас так мало. Не знаю, может быть у вас аккаунтов в Инстаграм нет. Но у кого есть, скорее вперед подписываться. Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка на латинице. Или на русском Будда Гришна. Три российских флага в поиске. Это мой Инстаграм. Всем пока, друзья. До встречи.